Здравствуйте! Вы смотрите проект «В гости». Сегодня с нами представитель одного из самых красивых и уникальных видов циркового искусства – это заслуженный артист России Бешим Аннаев. Бешим Аннаев – народный артист Туркменистана, заслуженный артист России. Всю свою жизнь посвятил цирковому делу. Много лет работал в номере с четырьмя братьями. Затем Бешим Аннаев создал свой номер «Бессмертие Ахалтикинца». Его посмотрели не только зрители России, но и Европы, Новой Зеландии, Австралии, Японии. Расскажите, пожалуйста, для начала, с какой программой вы приехали в Владивосток на этот раз. Что предстоит увидеть публике нашего города? Ну, приехали мы сюда, в Владивосток, это юбилейный. У нас вот это коверный, или как называется по-русски, клоун. Ему 80 лет, это юбилей. Поэтому меня сюда присоединили, чтобы усилить программу. И вот, наверное, наш номер везде требуется, везде кушается. Поэтому зрителям нравится. Мы джигиты, одним словом, на лошадях. Вот поэтому это уникальный номер. Приглашает нас. Вот сейчас Хабаровска были там тоже. Очень хорошо принимает народ, зрители. Уникальные трюки, которые никто не делает никогда нигде. А в чем они заключаются, и чтобы немного заинтриговать тех, кто собирается прийти посмотреть? Ну, посмотреть можно. Вот групповые заезды, скорость, трюки. На одной лошаде, на двое сперва, потом трое, потом пять человек, на двух лошадях. Это вообще уникальный трюк, вообще никогда никто не делал нигде. Авторы – это мы. Раньше мы работали пять родных братьев, а сейчас братья ушли все на пенсию, я один остался. Поэтому сейчас у меня всякие осетины, и казахи, и евреи, и русские, и туркмены, все собрали. Номер называется «Бессмертие халтикенца». Красивая лошадь у меня. Ну, кстати, да. И джигиты молодые. Джигиты молодые. У вас все парни или девушки тоже встречаются? Все. Одна девушка и есть. Ну, должна быть солистка какая-то. Девушка среди мальчиков. Поэтому уникальный номер, поэтому хорошо смотрится. Скажите, пожалуйста, а что касается животных? У вас действительно на арене именно ахалтикинская порода лошадей? Ну, не все уже. Раньше было все полностью ахалтикинцы были. Это ахалтикинцы только из Туркмении надо вывезти. Да, да, да. Да, да, там выращивают их в Туркмении. Поэтому это очень дорого стоит и тяжело оттуда вывезти. Их президент в Туркмении не разрешает выводить. Как национальное достояние, да? Да, да, да. Туркминские ковры, ручная работа нельзя. А потом и лошадей не хочет, чтобы вывезти. Ну, красивый город, страна богатая. Поэтому нам здесь не пропадаем. По национальности я сам туркмен, поэтому я текинец, сам текинец я. И назвал аттракцион «Бессмертие халтикинца». Это бы честь себя я назвал. А ведь, насколько я знаю, вы же сами из цирковой семьи. Вы уже продолжатель династии? Два брата пришли, потом третий взяли, потом меня взяли, потом пятый взяли. Ну, мы пять братья работали. Пять братья хорошие. И Лаура, брат и жена. Весь мир объездили. Везде мы были. И Сингапур, и Австралия, и Япония, и Франция, и в Америке. Ну, везде, везде. Назовите, в Англии, Испания, Португалия, Турции, Югославии. Ну, везде. Гонконг, Сингапур, Тайван. Везде мы были. Это номер везде был. Красивый номер. Конечно. Музыка хорошая. Захватывающая, да. Скорость. Да, скорость. О, это вообще, я даже смотрю, ну, потиже, чуть помедленнее. Помню, что Высоцкий. Да, чуть помедленнее кони. Да, да, чуть помедленнее кони. Но они скоростные. Но я потому что сам любил эту скорость в молодые годы. А наших лошадей другие джигиты не умеют работать. Не могут. Страшно. Им боятся, чтобы это быстро идут лошади, быстро бегают. А вообще, темперамент наездника и темперамент лошади, они должны совпадать? Да. То есть и тот, и другой должны быть горячими. Да, да, да. Поэтому я выбираю. Я думаю, я всех подряд не беру на работу. А как Вы находите своих артистов среди людей, среди животных? Даже могу определиться, по походкам этот человек не подходит. Да, вы что? Да. Если он быстро так вот входит, так вот собрано, вот это подходит. Так же и лошадей ем. Я ни разу еще не ударил лошадь. А молодых людей Вы как-то в цирковые училища ходили смотреть? Или где Вы находили лошадь? Нет, Вы понимаете, что в цирке с улицы просто не возьмете. Это невозможно. Он должен хотя бы физически готовый или спортсмен. Хотя бы мастер в спорт или первый разряд. Но физически готовый. Ну да, конечно. Чтобы он не уставал, не задыхался. В цирке у нас вообще не бывает. Это случайно, чтобы взял, кто-то кого-то пригласил на работу. Нет, мне так нельзя. Это очень проблема. Если я лошадь покупаю, где-то мне подготовят, сделать из него артиста, это нам минимум 2,5-3 года надо. Минимум. Потому что это центр фука, он вылетает за барьер, лошадь вылетает. У меня головокружение, и все, лошадь. Они как люди. Мы тоже сами бегаем, даже аж затягивать туда. Вот по кругу. Да, центр стремительная сила. Человек молодой возьмите, пусть побегает по кругу, 5 кругов, он вылетит туда. Люди. А лошади тоже сам же. Их надо учить, специально готовить надо. Как в космонавтах. Да, да, да. Чтобы они не боялись, ничего, не шарахались. Чтобы знали свое место, свою работу. У нас каждый день репстится. На лонжо. Всегда мы репетируем. Два часа. Раньше 4 часа репетировали, каждый день 4. 5 лет там у нас 2 раза репетировали. Утром и вечером. Утром с 8 до часа, а потом перерывчик, и потом с 6 до 12 даже больше ночи. Нагрузку даю я ребятам, чтобы готовили, чтобы они были уверены. Мне надо уверенным быть джигитом, чтобы готовить. А сколько одновременно животных находится у вас в коллективе, для того, чтобы программа была застрахована от всяких неожиданностей? Они, лошадь, живут, в общем, до 30. 30, 31, но рекорд 32. Но у меня работают они до 29 лет. Я их никуда не сдаю. Никогда не сдам. Как человек, живет до конца своей жизни. И лошади у меня тоже так же. Если я купил, я уже воспитываю и сам до конца. Скажите, а правда, что в цирке используют лошадей только мужского пола? То есть кобыли не используются в номерах? Девочек нельзя. А почему? Чтобы мальчики не волновались? Не, 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 не. Если даже они что-то где-то попробовали, я их не беру. Я не покупаю их. Никто, нигде, Росгосцерва, Союзгосцерва девочек не держит. Никогда нельзя. Вот я знаю, что, да и многие знают, что лошадь является одним из умнейших животных, но при этом дрессуре поддается не так просто. Вот вы можете рассказать о каких-то нюансах работы именно с лошадьми? В чем их характер, в чем их основные особенности? Ну, понимаете, не все понимают это животных, понимаете? Чтобы к нему как к жене, как к дочери относиться ласково надо, понимаете? Если подходишь, ласка разговаривает. Они же не глупые, умные, животные, лошадь. Поэтому они смотрят в глаза, и что-то это, как пришел к нему, подходишь злым или добрым. Надо подходить, там, морковочка чуть-чуть кусочек, да-да-да-да, сахар кусочек, да-да-да-да, погладит, спокойно, не бить. Бить нельзя. Вообще, которые бьют, они еще хуже. Которые не понимающие новые дрессировщики есть некоторые, да? Они наказывают, нельзя наказывать. С ними, наоборот, общий язык находить надо, и дружить надо. Вот тогда у вас будет все хорошо. А так наказывают, нет. Так же ребенка нельзя наказывать. В Австралии не наказывают, только крикнешь, и вас уже посадят. Думаешь, что? Нет, там строго. На обращениях с детьми. И так же я... Я очень хорошо отношусь с животным. Особенно лошадям. Я никогда не ударить даже... Всегда я еще прихожу на работу, как на праздник. Вы не думайте, что я пришел сейчас специально. Я просто всегда так. Всегда. Вчерашнюю рубашку, вчерашнюю галстрию я не ношу. Всегда я должен показать своим артистам, своим подчиненным пример, какой должен руководить чистенькой, бритой, умытой и чистенькой одетой-переодетой. Так же у меня. Лошадей мы купаем в шампуне перед работой, чтобы запах не был, чтобы зрители не чувствовали. У нас душ есть специально для лошадей. Программа хорошая, я думаю, будет. Пусть приходят все ваши гости, зрители. Я думаю, многие с удовольствием придут. Если не возражаете, у меня еще один вопрос. А как вы выбираете имена для своих животных? Ведь многие дрессировщики пытаются... Ну, какой-то смысл особенный, да, вкладывать? Понимаете, имена можем мы сами назвать. Там написано по документу, а там, допустим, Вася, мы можем петь, назвать его. Да, да. Чтобы легче было. Вот сейчас какие имена у ваших артистов? У нас есть всякие. Граф есть, персик есть. Это я сам называю. Хорошо. А почему персик назвал? Потому что он такой в яблоках, серенький такой, в яблоках. Возьмите? Ну, как его назвать-то? Персик. Прямо, ну. Это не только я назвал. Это так, у нас система Росгосцирка, все так называют. Ну, там Чуба, Муба, Антон, Мантон, как-то животных называют. Барсик. Вот когда нам представили вас за кадром, сказали, что вы знаете о цирке абсолютно все. В связи с этим вопрос. Вот говорят, что конные номера, они хоть всегда и являлись таким лицом, да, цирка, сейчас становятся все более и более редкими. Почему так происходит? И вообще соответствует ли это действительности? Вы знаете, что я вам скажу, это правда. Раньше было это, конные номера очень много. Не наш номер конкретно, как наш коллектив такой конный, такой группы, ну, группы называется, да, вот так, их было где-то 30-35 человек групп. Вообще сократили. Сейчас где-то 3-4. Почему? Потому что прокатчикам, им невыгодно сено покупать, морковку покупать, сахар покупать, овес покупать. Это им как будто дорого. А хороших номеров, да, очень мало. Осталось где-то 3-4 номера. Остальные уже ушли в сторону. Вообще. Уволили, сократили. Ну, я тоже согласен с этим, с начальством. Почему? Потому что человек пришел в цирк, он тоже удовольствие получит посмотреть. Не просто сказать, я время зря потерял 2 часа. Ну, конечно. Должно быть и настроение, и радость. Да, чтобы настроение пришел, с настроением ушел. Посмотрел хорошие номера. Вот, я тоже с ними согласен. И у нас до сих пор еще есть сокращение. Вот до апреля будет сокращаться. Ну, много-много номера, которые... Понимаете, так. Приходит, халтурит там это, раз-раз-раз-раз. А он, зритель неприятный, ему даже само не нравится руководителем. Это номер никудышный, не надо он никому. Поэтому убираю. А он просто тянет до пенсии. До пенсии вот, тянет, тянет. А он ему думает, мне надо. Я не хочу никого обидеть, просто не хочу назвать фамилию. Я многих знаю. Я почти родился здесь. Вы не думаете, что я такой очень молодой? Я давно уже старый. Я давно уже старый. Главное, в душе молодой. Я и в душе молодой. Я могу... Сто метровка меня никто не догонит. Да. Можно брать пример. Скажите, а ваши уникальные навыки работы с животными вы заинтересованы передать своим ученикам? Как с этим обстоят дела? Я уже ищу человека. Никто не хочет. Говорят, нет, мы вас не отпустим. Мои партнеры. Потому что, говорят они, вы академик, вы профессор, вы доктор. Что вы хотите? Я говорю, что вы хотите говорить? А я все равно Бешим, Аннаев. Я простой человек, как все. А что вы думаете? Народ какой-то, заслуженный какой-то, лауреат какой-то. Ну вот, что вы, что я, одинаково же, правда? Конечно. Просто вы свое дело делаете. Вы свое делаете, а только хорошо. Я свое дело делаю хорошо. И все, я своим ученикам очень хорошо. Но я требовательно жестко. Хочу, чтобы четко была работа, чтобы хорошо была работа, чтобы доволен зрителям, публикам. Да. Скажите, а лошадь понимает ценность аплодисментов? Они радуются, когда получают их? А как же? А как же? Ну, они с удовольствием бегают, улыбаются, о, так довольны. А после этого, после работы мы у него по швене. Побольше морковочек, побольше сена, побольше сахара. Ну, все даем. Если я сам доволен, и вы будете довольны. А когда я сам не доволен, ну, это зависит все от руководителя, как от хозяина. Как хозяин сам за собой следит, так же порядок. Строго я люблю порядок. Мы кормим в лошаде четыре раза. Утром, обед, шесть часов, и вечером десять часов. Четыре раза кормим. Сено, все, обед, все, все. Как в армии, как солдат. Дисциплина. Дисциплина, это как законно, как по порядку. Вот такие порядки, вот такие дела мои хорошие. Ясно. Ну, хорошо. Спасибо, что привезли своих красавцев к нам. Будем с нетерпением ждать представлений, любоваться на них. И желаю вам теплого приема здесь, в Владивостоке. Спасибо вам. Приходите, мы всех приглашаем. Мы ждем вас. Спасибо. Спасибо.